Чемпионка России по стрельбе из лука. До этого Бариат Мирзоливой удалось стать лучше на соревнованиях в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Такого результата девушка достигла за каких-то два года. И все это вопреки диагнозу. Долгие годы она прикована к инвалидному креслу. Однако спортсменка еще и сама помогает людям. Бариат работает в экстренной службе 112 и останавливаться на достигнутом не собирается. Она уверена, что обязательно победит на чемпионате Европы и Паралимпийских играх в Токио. Ко дню людей с ограниченными возможностями Патимат Бурзиева встретилась с хрупкой девушкой с невероятной силой воли. Смотрим ее сюжет. Натянуть лук, прицелиться и попасть только в яблочко. На меньший результат Бариат просто не согласна. Проигрывать как бы ни было тяжело не в ее правилах. Технически, да, там очень много нюансов. Для того, чтобы попадать, нужно очень много понимать, чувствовать. В общем, и физически нужно быть довольно-таки сильным. Она не пропускает ни одной тренировки. И так уже несколько лет. Несмотря на погоду, плохое самочувствие или дела. Пажнее спорта для Бариат нет ничего. Ну, я думаю, это прежде всего ее дух. Она очень целеустремленная у нас девушка. И вот у нее задачу она себе поставила, по крайней мере. Она днем и ночью звонит и спрашивает, что надо делать, как надо делать, а почему именно так надо делать. Постоянные тренировки, а еще целеустремленность и сила воли дали ощутимый результат. За два года дагестанка сумела добиться лучших спортивных результатов среди спортсменов-колясочников. Я поехала в этом году, получается, в марте. Выбила от норматив мастера спорта. Стала бронзовая призерка чемпионата России. Летом уже мы в команде в миксах с мальчиком, который со мной ездил, Алилом, заняли второе место на чемпионате России. Я попала в сборную России. В инвалидной коляске Бариат оказалась по вине врачей. Медики поставили ей неправильный диагноз. Мергоценное время было упущено. В результате полный паралич ног. Тогда, в 17 лет, ее мир, полный юношеских надежд, рухнул в одночасье. А долгие годы девушка потеряла смысл жизни. Меня больше поддерживали мои друзья, близкие, родные. И благодаря им я прошла через эту черную полость довольно-таки легко. Пожар, наводнение, ДТП или любое другое резонансное происшествие. Бариат старается помочь каждому дозвонившемуся. Два раза в неделю она оперативно дежурная в экстренной службе 112. Сюда звонят люди со всей Махачкалы. Работа довольно-таки сложна в плане эмоциональном. Потому что ты переживаешь с каждым заявителем определенную ситуацию. В целом, мне очень нравится мой коллектив, потом наше руководство. Я бы сказала, что каждый раз, когда я иду на работу, я иду на работу очень счастливая. В свою очередь, Бариат здесь тоже очень ценят и любят за отзывчивость и невероятную силу воли. С первого же дня работы нашей службы у нас работает вот такая прекрасная девушка Бариат. И, конечно же, мы радуемся тому, что она работает, потому что, помимо того, что она очень хорошая работница, она еще и очень хорошая спортсменка. Ну а после работы снова любимые тренировки. Спортсменка усиленно готовится к чемпионату Европы, который пройдет в августе 2018 года в Чехии. Планы на будущее – это уже чемпионат Европы, который пройдет в 2018 году. Будем готовиться к нему, отбираться. Но самая главная ее победа еще впереди – это выступление в 2020 году на Паралимпийских играх в Токио. Катемат Бурзилов, Харвей Комариев. Время новостей.